Здравствуйте! Это новости из мира высоких технологий в студии Елена Иванова. Американское агентство передовых оборонных исследовательских проектов DARPA представило очередную программу, цель которой, по мнению некоторых ученых, противоречит законам природы и этики. Эта инициатива, в рамках реализации которой биоинженеры имеют все шансы переписать законы эволюции, носит название «Биодизайн». Программа «Биодизайн», на которую планируется выделить 6 миллионов долларов, предусматривает создание искусственных биологических существ, способных жить вечно. Организмы эти будут программироваться на генетическом уровне и смогут выполнять любые команды создателей. Для того, чтобы эти существа не переметнулись на сторону противника и не начали воевать против хозяев, ученые планируют научить их подчиняться на уровне ДНК. То есть образование нежелательных клеток, эмоций, мыслей просто пресекут. Кроме того, за этими существами можно будет постоянно следить. В случае, если что-то пойдет не так, ученые смогут задействовать так называемый молекулярный выключатель, который приведет к самоуничтожению организма. А жить вечно создаваемые биологические существа смогут посредством молекул, обеспечивающих сопротивление механизмам старения и смерти. Инициатива ДАРФа уже активно обсуждается в кругах ученых и специалистов. И, по словам некоторых из них, вмешательство синтетической биологии в создание жизни противоречит законам природы и этики. Высокие технологии способны изменить такой привычный каждому из нас аспект жизни, как освещение. Казалось бы, что может быть лучше традиционных ламп накаливания, дневного света, ну и, если хотите, прогрессивных энергосберегающих ламп. Оказалось, нет предела совершенства. Ученые США и Швеции заявили о разработке кое-чего более интересного – осветительных панелей, изготовленных на основе графина. Как и положено всякому современному решению, такие осветительные панели потребляют минимум электроэнергии и изготавливаются в форме гибких листов, называемых светоизлучающими электромеханическими элементами. Покрытые ими стены или потолок станут источниками мягкого регулируемого света. По сравнению с системами освещения на органических светодиодах, графиновые панели отличаются более низкой себестоимостью и не содержат индиоксида олова, утилизировать который довольно затруднительно. К сожалению, о планах на серийное производство пока ничего не сообщается. Какими ужасными могут оказаться последствия землетрясений, в очередной раз подтвердила трагедия в Гаити. Многие ученые предлагали свои решения для этой проблемы, и о некоторых разработках я уже рассказывала в программе. Теперь настал черед индийских специалистов. Херен Паттель и команда студентов из инженерного колледжа JT в штате Гуджарат создали робота, способного чувствовать землетрясение. Для этого он производит непрерывный мониторинг колебаний почвы, что позволяет ему предсказывать землетрясение за три часа до того, как оно произойдет. Робот, чувствующий землетрясение, включает в себя ресивер, сообщающийся в микроволновом диапазоне с двумя подземными трансмиттерами, которые, в свою очередь, связаны с сенсорами, измеряющими температуру и уровень воды. Робот подключен к интернету, что позволяет ему своевременно подавать сигналы опасности. Трех часов, конечно, недостаточно, чтобы тщательно подготовиться к землетрясению, однако большого числа жертв все же можно будет избежать.